Друзья, сегодня я бы хотел еще раз поговорить о комплексном изучении Python, Django, Python.op, библиотек машинного обучения, таких как NumPy, Pandas, Ski, SkiKitLearn, SkiPy и так далее, и так далее. Я бы хотел поговорить о том, как это сделать, как я это сделал, каков этот путь. Значит, основой записать видео явилось, опять же, пришел участник Александр, вот он написал, нашел вчера в сети по поиску онлайн-курсов Python, Django, наткнулся на ваш ролик в YouTube, заинтересовал комплексный системный подход к обучению, почитал, посмотрел ваше стартовое видео. Я пишу сайты на Django уже полтора года, но Python и Django изучал сам, обучение получилось хаотичное и с дырами. Стоит срочная задача систематизировать и укрепить навыки Python и Django, и получить полную уверенность в своих силах и знаниях. Вот именно, ведь не Александр Первый, я в такой же был в запарке определенное время. Вы знаете, очень своевременно, если это видео сейчас смотрит новичок, то есть вот это понимание, оно приходит через 2-3 года, что что-то не то. Так вот, мне бы хотелось, чтобы у людей, которые смотрят это видео, через полтора-два года уже было полное понимание, а никак не то понимание, что есть какие-то дырки. Я дал рекомендации, но сейчас я хотел бы показать свою точку зрения, что, конечно, в первую очередь надо укреплять Python ООП, идет курс, обязательно, вот важная задача, давайте сейчас, чтобы не было хаотичности, сделаем немножко по-другому. Давайте так, я, сейчас вы увидите выноску, и там будут уже ссылки, которые я рекомендую изучить. Сначала дочитаю все-таки письмо, а потом пойду как бы от начала. Итак, Python ООП. Вторая задача, мы ее еще затронем, это избежать фреймворка зависимости. То есть, когда человек пишет только на Django, он начинает забывать Python. Все, ребят, если пойти по этому направлению, то считайте, все пропало. Вы все равно придете к тому, что что-то не знаете. Далее, добавление других библиотек. Машинного обучения, чтобы делать программы умными, оно больше нужно, знаете, для чего? Для того, чтобы научиться действительно писать классные представления. Ладненько. Итак, так как я предполагаю, что видео могут смотреть новички, давайте сформулируем вообще четко, что такое изучение Python. Потому что советов много, я не буду претендовать на то, что это последняя инстанция, поэтому спорить можно, можно, можно не спорить. Вопрос в том, что у меня это работает. И еще я могу сказать, что с 2009 года я зарабатываю в интернете. Значит, смотрите. Итак, изучение Python. Что это? Человек поставил задачу. Здесь мы затрагиваем еще два вопроса. Почему Python? И, а стоит ли учить другие языки? По два вопроса. Итак, есть сайт для новичков, pro365.net. Получаете вы к нему доступ, просто купив любой доступ в стандарт или эксперт. Лучше покупать эксперт, сразу скажу. Он всегда есть в подарке. И вы получаете к нему доступ. Начать нужно с чего? Изучаем Python от А до Я. Если вы гость, не забываем войти в гость. Гостем, иначе не пустят. Допустим, начало полного курса обучения. Вот здесь надо начать. Зайти гостем, если нет логина и пароля, я зайду под своим логином и паролем. Итак, ребят, смотрите. Изучение Python это типы объектов. Это основа. Python это язык, который имеет самое большое количество библиотек. Сразу мы отвечаем на этот вопрос. Почему Python? Я сказал, что будет по выноске ссылки, но я покажу. Много материала собрано на сайте spb-tut.ru Начни здесь. И здесь есть рубрика, почему Python вы найдете. Так вот, смотрите. Python. Почему именно Python? Ведь много других языков. Python это язык, который имеет самое большое количество библиотек. Python вобрал в себя другие языки. Так как он написан в том числе в большую степень на си. Вот здесь сразу даю параллельный ответ, но хоть и до него дойдем. Когда люди задают вопрос, многие, да, ой, учи си 2+, там, да, или си 2+, как кто называет. Ну, мне так нравится. Так вот, а вот вдумайтесь, вдумайтесь, а почему язык не писали на том же си 2+. Ответ очевиден. Нельзя полностью контролировать язык. То есть, си 2+, да, нельзя полностью контролировать. Это надо быть, не знаю, супер-пупер профессионалом, чтобы контролировать этот язык. Си легко контролировать. Так вот, почему Python, отвечая на вопрос? Потому что Python вобрал в себя многие другие языки. Например, для Python написаны библиотеки PyKT на C2+, да, но привязки к Python. То есть, мы пару строчками кода пишем на Python, но получаем скорость C2+. Так вот, давайте дальше. Итак, что такое типо объектов? Допустим, это строки, списки и так далее, и так далее. То есть, здесь все довольно понятно и практично. Путаться здесь негде. Мы просто-напросто проходим все на одной странице, все курсы. В первую очередь, типы объектов. Список, строка, кортеж. Ну опять, новичок, когда задают часто такие вопросы, вот я начну изучать язык, а через сколько я буду писать? Вы знаете, ответы разные. Я отвечу профессионально, как у меня шло. То есть, я этот путь прошел. Типа объектов, когда вы изучите, это первичные знания. То есть, вы будете отличать список от кортежа, кортеж от строки и так далее, и так далее. Но это еще не знания Python. Первичные знания вам нужны для чего? Для того, чтобы начать практиковать с любой практической библиотекой. Я писал специально статью, опять в разделе «Почему Python?», которая, как происходит понимание с нуля до промышленного программирования. То есть, происходит понимание, начинает приходить, когда вы начинаете писать на реальной библиотеке. Что в данный момент происходит? Первичная реакция, что человек вообще радуется, что он понимает, что вот что-то есть список, что-то строка, то есть он отличает типа объектов. Уверенности на данном этапе нет. Это нормально. Это нормально. Школа построена таким образом, что вы начинаете идти по шагам. То есть, как мы видим, все курсы идут по шагам. Дальше, если мы переходим на СПБ и входим сюда, то здесь тоже все по шагам. То есть, открыл план и пошел по шагам. Это самое лучшее тогда будет подготовка, потому что вы идете по шагам. Главное дело домашние задания, и у вас приходит понимание. Значит, это первичный этап. Первичный этап, когда начинает формироваться типа объектов, вот мы знаем, да, начинает формироваться ваш стиль. Зачастую люди спрашивают, а что значит стиль программирования, а что значит... Нет, вот так построю. Что значит стиль программирования? Вот, допустим, в этом курсе мы формируем. По-простому я скажу так. Это когда, сколько бы у вас файлов не было, когда с любого файла, вот допустим, у вас есть что-то в HTML, что-то в представлении, что-то в моделях. Но с любого представления вы понимаете, о чем речь. То есть, я этому и учу. Не лениться использовать нижнее подчеркивание, понятные модели. Ну, в общем, будете смотреть, поймете. Смысл вы поняли. Смотрите. На данном этапе мы получаем следующее. Мы пишем. И вот я скажу немаловажную вещь. Нельзя начать изучать Python и просто, допустим, изучив типы объектов, взять и вот изучили типы объектов, буду дальше долбать Python, да, грубо говоря, вот чтобы быть профессионалом. Нельзя изучить без освоения какой-то практической библиотеки. Это правило один. Практическая библиотека. Практическая библиотека. То есть, мы отвечаем. Когда мы начинаем писать на практической библиотеке, у нас начинает приходить понимание. Но здесь мы получаем дырку. Вот как написал, допустим, Александр. Я его понимаю, потому что был в такой же ситуации. То есть, вроде на Джанго пишешь, но такое ощущение, что многое недопонимаешь. Это можно не проверять. Зачастую получаешь ошибку, переходишь в файл, исходного файла Джанго, и человек, если не может прочитать там код, значит, конечно, недостаточно знаний. Почему? Вот в этом причина. В Python ООП. Вот здесь, на этом курсе, есть первичные знания по Python ООП, по классам. Любые библиотеки, говорю, любые библиотеки Python написаны на классах. Потому что это удобно, это практично, и по-другому просто это невозможно сделать, иначе будет куча кода. Но, если взять Лутца, вот я начал вести курс, который дополняет Лутца, то есть, это план 5. Кстати, объясняю, портал сделан таким образом, именно, сейчас, для пользователя удобно, то есть, который вот зашел, то есть, он взял и нашел там план 5 сразу. Здесь мы начинаем идти следующим путем. Мы начинаем глубокое изучение объектно-ориентированного программирования. У Лутца это есть, но, допустим, та же абстракция составляет 10 строк. А я рассказывал 2 часа, один фрагмент. Приведу небольшой пример. Зачем вот ООП, да? Вот мы недавно пришлось мне объяснять, ой, пришлось мне объяснять некоторые вещи с Android. Вот откроем 30-й, 35-й курс и посмотрим код. Здесь, в принципе, мы делали биджет и видим вверху строчки кода это dev init и дальше, значит, функцию супер. Вы знаете, мне пришлось 2 часа объяснять, чтобы понять, потому что на самом, чтобы объяснить, чтобы люди поняли. На самом деле, большинство людей просто, копируют код и, в принципе, не осознавая, зачем он пишется. После... Сейчас посмотрю, сколько уроков я дал, поэтому скажу точнее. 12 уроков по 10 минут, 120 минут, 2 часа. То есть, по сути дела, если человек знает Python, ООП, глубоко, то уйдет несколько секунд на то, чтобы разобраться в коде. В коде четко понятно... Ну, надо немножко знать, конечно, библиотеку и Kiwi, мощнейшая библиотека для Android-приложений. То есть, речь идет о переопределении функций, но функция Super именно отвечает за то, чтобы указывать, что мы ведем наследование именно от родительского виджета. И, по сути дела, ведь, понимаете, вот когда я смотрю, у меня в голове что произошло? Что супер, родительский виджет, дробл виджет, да, в голове. В голове у меня в ту же секунду произошло, что здесь при помощи init создалось следующее, это кортеж, который четко определил класс. У меня в голове еще произошло то, что сейчас инициировалась перед init функция, то есть descript, нет, функция mine, которая проверила класс. Почему у меня это в голове произошло? Потому что я просто это объяснял и рассказывал. Вот инициализация конструктора init, как это происходит на самом деле. То есть если большинство людей получает ошибки атрибута эра, а вот в джанге это ошибка постоянная, или тип эра меньше, то после просмотра курса это как благо. Ага, понятно, куда лезть. И курс тоже вместил в себе довольно большое количество уроков. У лучше это меньше абзаца. Смотрите, больше часа, момент разбирали, но который используется везде. Да, и я увидел, показал вам, вот практика, вот практическое программирование официального кода Киви, и ситуация с тем же супер используется здесь повсеместно. И в принципе, чтобы не влазить в код, моя сейчас цель не влазить, код на сайте, то затронуто. Смотрите, сколько вещей у меня произошло в голове только когда я посмотрел. У меня произошла первое, это проблемы ромба. Ведь именно из-за этого был поднят вопрос о том, о том именно проблемах ООП. И это разрешает функция именно супер. Вы скажете сейчас многие, зачем я это рассказываю? Я просто хочу, чтобы вы поняли, насколько важно понимать ООП. И лучше вам этого не хватит. Луца абзац. А я показал, два часа я рассказывал только по одному фрагменту. Вот давайте попробуем так. Вот смотрите. это класс А. Ну считайте, что это классы. Просто опять я вас не хочу сейчас научить. Учимся мы в школе по курсам подряд. Но я хочу показать насколько это важно. Класс А, класс Б, я русским пишу, класс В, класс Г. Например, мы определяем некие параметры класса в классе А, да. Класс Б наследуется от класса А. Ну то есть, как тут, давайте я так проще, некие параметры, да, некие параметры там сделали. И буква, да, И, чтобы никто не понял, как в этом фильме. класс Б наследуется от класса А, В наследуется от класса А, а класс Г будет наследоваться от класса В и В. Так вот, смотрите, здесь у нас были параметры И, здесь параметры М, М, здесь параметры С, а здесь параметры Г. Хорошо, откуда проблемы ромба? Открываем Киви и смотрим. Ну, стоп, закроем пока. Вот, представьте, вот такая ситуация. Если И, И, в классе А, ну, просто переопределяются каким-то образом и на А. Вопрос, Вопрос, как поведет себя класс Б? Как поведет себя класс Г? Ведь переопределены, а здесь либо переопределены, либо нет. Пока, ну, мы не знаем, код по-разному пишем. Здесь изменится отношение вот к этому классу. То есть, смотрите, то есть, получается, в принципе, с одной стороны наследование дает то, что, вот, допустим, мы имеем все, что есть в классе А, но если нам И, допустим, надо в классе Б, И, то есть, А, которое переопределено, надо в классе Б, а И нам не надо, мы его не переопределяли в классе Б, а в Г, а в Г, что тогда делать? Так вот, для этого и были придуманы класс Супер, чтобы четко указать, что класс Б в данном случае будет только работать с классом Б, но ни с каким другим, и его не должны касаться изменения в других классах, понимаете? А ведь это сплошь и рядом в любых более-менее серьезных приложениях. Ничего, что не поняли, курс просмотрите, я показывал курсы, все поймете, я очень подробно объяснял, то есть мне, видите, сколько у меня прошло в голове, потому что я это знаю, то есть я четко понял, что будет, что при указании Супер, родитель, Драбл, Виджет, а ведь это важно, когда на экране мы что-то пальцем вводим, там может быть одна фигура, две, три, у каждой будет свой родитель, понимаете, я к чему это сказал, я рассказал к тому, что потом вы приходите к следующему этапу, это после практической библиотеки, что есть дырки, есть дырки, есть дырки, прежде чем сказать про дырки, стоит ли изучать другие языки программирования, ребят, да, стоит, с какого языка надо начинать, после Пайтона, Си, недавно обнаружил, что оказывается гарушком университете именно так построено обучение, но я к этому честно сам пришел, что сначала Пайтон, потом Си, Си будет в школе, сразу скажу, для чего, первое, для людей, которые накопили опыт, писать в библиотеке для Пайтона, для того, чтобы какие-то вещи, которые надо, чтобы работали очень-очень быстро, переписывать на чистый Си, для того, чтобы делать состыковки, для того, чтобы участвовать в разработке Пайтона, для много чего, Си даст, я писал статью, кстати, я дам ссылки, которые, там вы увидите, на эту статью тоже есть, как изучить два, иметь доступ к десяти, то есть Си даст к любым Си подобным языкам, поэтому надо изучать Си, а потом другие понадобности, вопрос здесь стоит по надобности и осознанно, почему первый Пайтон еще внесу ясность, понимаете, у человека есть, я бы сказал так, предварительный вход, вот человек, почему предварительный, человек, который приходит изучать, хочет изучать язык, у кого-то это копилось, кому-то надо, и у него всегда есть некий рычаг в голове, хочу изучать, чтобы писать игры, хочу изучать, чтобы писать там графические программы, ребят, поверьте мне, это первый шаг, потому что, как только вы влезли в язык, увидели возможности, сегодня вы пришли, вас привело, грубо говоря, писать игры, а потом вы резко переключились на веб, потому что вам это интереснее, а потом вообще залезли в машинное обучение, делать программы вашей сайты умными, а походу изучили библиотеку Пайкатэ, так вот, первичное, это первичное, поэтому Пайтон вам даст ответы на вопросы осознанности, то есть на Пайтон вы сможете уже писать приложение, вот он главный момент, вот он главный момент, вы будете писать, Пайтон язык общего назначения, общего назначения, то есть для Пайтона что значит общего? Это неплохо, для Пайтона сделаны много библиотек, много фреймворков, уже конкретных, например, там Джанго, Батли и другие фреймворки, да, для веб, Пайкатэ, там классная библиотека для графики на C2+, и так далее, вы начинаете писать приложение, начинаете понимать себя, записали, записали ручечкой, и потом посмотрели и подумали над фразой, то есть Пайтон вам нужен для того, чтобы начать реально писать код и прийти к осознанному пониманию, понимаете? Ведь большинство людей как? Действительно, они в сложной ситуации, и я был такой, и многие из вас, а какой язык изучать? А дальше куча советов, я не говорю, что люди неправы, каждый смотрит со своего совета, изучай, самый частый совет, изучай C2+, и я сказал, хоть злятся люди на Pro365.net, старое видео, может там есть допущенные ошибки, но правильное, и сегодня говорю, правильное видео, потому что на главной странице я написал, я ж не против C2+, вот здесь есть видео, бабам цветы, детям мороженое, то есть, именно для тех, кто, кому посоветовали C2+, не теряйте время, если бы вы сидели сейчас и думали, да, я хочу написать конкретную библиотеку, буду ей заниматься 20 лет, вперед, C2+, ваш язык, но если вы сегодня на распутье, то изучив C2+, через год родив полупрограмму, все, два года, через два года вы уже выпустите и обслужите 20 клиентов сайтами булл, так вот, ребята, почему Python, еще раз, записали, записали, не надо тут просто пишите, чтоб обдумывать, начинайте обдумывать мои слова, осознанно начать писать, у вас начнет приходить понимание, ага, мне нравится веб, или мне нравится Пайкатэ, или мне нравится то-то, такая-то библиотека, или мне нравится вообще машинное обучение, или мне нравится то, что относится обработка больших объемов информации, тоже у нас есть, идет курс, так вот, а что происходит, ребята, есть осознанно, абсолютно верно, вы начинаете выбирать следующий язык осознанно, так вот, самые быстрые языки, сиподобные дальше, да, и вы, изучив си, у вас открывается там, по меньшей мере, к 10 языкам, далее, но дальше вы уже, если вы скажете, да, вот, в этом фрагменте мне надо с 2 плюс, извините, ребята, изучив си, вы просто открываете справочек с 2 плюс, пишите код, написали и забыли, пошли дальше программировать на пайтон, следующий момент, вы знаете, что такое писать на с 2 плюс, объясню, представьте, анекдот, значит, я, вы выходите, закрываете дверь замками, да, 2 замка, щелк, щелк, представьте, закрытие двери для вас следующим образом, вы выходите, сначала, вам надо, прежде чем, пойти по коридору, каждый раз закрыть дверь, значит, закрыли дверь, закрыли защелку, подперли шваброй, повесили колокольчик, помыли, поправили половичок, помыли стены, вкрутили лампочку, это вот с 2 плюс, не получится так щелкнуть, а почему, вот, вот, когда у вас пришло понимание, ага, вот здесь надо с 2 плюс, вы написали код, а привязки сделали к пайтом, получили скорость с 2 плюс, но при этом одной строчкой кода у вас работает код, хотя на ту разработку вы могли полгода потратить, итак, мы пришли к тому, сейчас вернемся к ОП, кстати, что вам пайтом необходим по нескольким причинам, причина первая, чтобы понять основы языка, очень сложно новичку, выделенное место и все прочее, поэтому все это делает автоматом, но читая мы это начинаем понимать, поэтому любой другой язык изучается проще намного, если учить C, а потом пайтом, то это будет затратно, по себе знаю, если учить пайтом, потом C, то это будет удовольствие, осознанное выбор других языков, ну мне пока не понадобилось, но C я хочу дать, просто хочу дать, потому что у меня вот есть свои цели, значит, пайтом вам даст понять, что вы хотите на самом деле, писать, уже зарабатывать деньги, и уже следующий любой шажок вы будете делать с пониманием, то есть это будет, если это надо C вам, то это надо будет именно вам, вот что важно, как к этому прийти, мы смотрели практически библиотека, да, и есть дырки, дырки появляются именно когда мы с вами это обсуждали, когда мы понимаем, что недопонимаем Python ООП, а это используется в любых других библиотеках, а сейчас затронем, помните, мы говорили о том, что важно избежать фреймворка зависимости, зачастую человек, зачастую даже люди спрашивают, а надо ли знать Python для того, что писать на Джанго, да, можно и не знать, если так нравится, ребят, но очевидно, что не зная Python, вы будете всю жизнь копировать код, не понимая, как он работает, а значит, о какой-то разработке действительно вашей не может идти и речи, забудьте эти глупости, надо изучать Python, но в школе построено по шагам, то есть вы изучили АЗы, начали писать приложение, потом начали понимать, надо ООП, вот с чего началось это видео, с письма парня этого, да, что надо дырки вот эти закрывать, понимание ООП простое, вот, например, вернусь к этому курсу, который записывал, да, инициализация объектов конструктор и нет, ведь используется везде, на самом деле, когда я показал, то есть вот эти ошибки станут родными, четко смотреть, я показал несколько вариантов, и мы разобрали настолько подробно, то есть мы увидели, что происходит, вывели внутри, что почему ошибка, потому что внутри Python создает определенный код, Python четко нам создает кортеж, то есть сейчас вам непонятно, будете смотреть, курсы будет понятно, как только мы init конструктор применили, то сразу мы начали смотреть, он создал кортеж, но само собой, если мы не укажем, то в кортеже ничего не будет, он выдаст как ошибку, нет атрибутов, насколько он мощно защищенно работает, мы рассмотрели, а что идет перед init, перед init есть класс mine, не класс, а функция mine, которая просто проверяет название класса, почему это точно и работает, мы просто радуемся Python, ну в общем курс посмотрите, все будет понятно, моя задача была донести, насколько это важно, так так вот эти дырки вот если по-честному закрываются тогда, когда вы прошли именно по шагам, то есть вот это вот летение, да, быстро изучу Python и быстро начну писать, быстро, ребят, я это отвожу по крайней мере год, не слушайте людей, которые говорят, что вы будете профессионалом за три недели, я написал курс, который вам поможет, вот, поэтапность, да, вот после как поняли азы, я опять перескочил на начало, ну просто важно это сказать, начни здесь, да, вот здесь есть курс, как происходит понимание с нуля до ага, методика моментального понимания, надо понимать, что это, вот адрес, что это не значит, что вы прямо сейчас будете писать, но то, что у вас путь будет коротким, недавно девушка написала, пришла Анну, она написала, это от меня раньше вообще уходило, потому что сначала на первом этапе вы увидели там для вас список это кавычки, для вас кортеж это круглые скобки, я вам показываю, что есть другие вещи, что мы начинаем соображать, а что это, а есть ли изучение по стрезам, а что значит строка изнутри, то есть обычные понимания, когда вы на это начинаете обращать внимание, вы начинаете по-нормальному понимать типы данных, давайте все-таки вернемся к первому вопросу, изучение Python, я как раз по ходу вспомнил как это сформулировать точнее, так вот, изучение Python, в первую очередь это типы объектов, далее вы изучите операции между ними, по сути дела получается следующая картина, очень простая, первое это типы объектов, они идут в школе по порядку, далее идут операции, далее идут классы ООП, грубо говоря, в операции я тут все там и операции, и импорты, и все-все-все отложу ООП, вот это вот, в принципе, изучение Python, дальше абсолютно любая библиотека, абсолютно любая библиотека именно пишется, то есть, когда вы знаете вот эти вот вещи, то брать любую библиотеку, потому что зачастую я вижу, человек пишет, вот мне даже спрашивали люди, когда приходят в школу, вот, а у Python большое количество библиотек, ребят, я вам больше скажу, миллион разработчиков, я не знаю, сегодня 2009 год было, библиотек уйма, и когда человек говорит, а как же изучить все библиотеки, я привожу простой пример, ребят, просто новичку очень трудно включить вот эту логику, потому что язык пока для него не изведом, но я вам говорю вот обычным языком, ребят, я вам говорю так, итак, вы живете в Москве, я говорю, слушай, там, Александр, Дмитрий, Варя, Аня, иди-ка, пожалуйста, научись менять ремни от комбайна, ГРМ, а ты скажешь, а на кой суд мне это нужно? Ота, вот оно, если вы комбайн только по телевизору видите, и иногда сдалека на поле, никогда на нем не будете работать, так вот, и не надо изучать все библиотеки Python, это совершенно глупое и бездарное дело, надо знать о ней, это уже другое дело, но, когда у вас есть вот эти три шага простых, и, по минимуму, вот я посчитал, да, вот, как происходит, когда человек проходит, допустим, Python, да, прошел, прошел первую библиотеку, Django, взял вторую, ну, и прошел еще библиотеки машинного обучения какие-то, там, Matplotlib, все, он понял принцип построения библиотеки, далее он открывает любую библиотеку, просто смотрит код и сразу пишет, больше проблем нету, дальше, все просто, прежде чем самому писать, все человек наберет, допустим, визуализация, там, отображать графики Python, да, то есть, человек решил отображать графики, и он находит, вот, Matplotlib, Matplotlib, я вам скажу, что ведет еще к 7 библиотекам, изучение ее, и 7, еще будете знать, то есть, и он просто берет, и пишет сразу, вот, главное основы знать, ребят, я, наверное, много наговорил, уже аж 40 минут, но думаю, что это укоротит, ваш путь, намного, намного, одно хочу вас заверить, школа построена, от простого к сложному, по шагам, в школе учитывается, начальный уровень, неважно, не знания, но, да, согласен, где-то курсы, нодноватые, потому что писал, для самых маленьких, дети 9 лет, начинают писать, ну что, даже взрослым, тоже понятно, но надо пройти, тут же, джанга начала, далее идет все по шагам, от простого к сложному, не надо ничего придумывать, открыл, и пошел по шагам, есть, есть у нас, также раздел, OOP, начался раздел, идет раздел, машинное обучение, куда входит, много библиотек, которые нужны, это, NumPyce, Kipyce, KikitLearn, и так далее, и так далее, то есть, библиотеки, которые отображают, дел, вы научите свои сайты, принимать решения, вы научите отображать, обрабатывать огромные объемы информации, и в Python это просто, и все вот эти курсы, дадут четкое понимание, и хорошую подготовку, вы легко разберетесь дальше, в своей, в любой библиотеке, и главное, вы пошагаете, вы пошагаете, ну, а курс OOP, на него обращаю особое внимание, потому что я вам объяснил, я вам показывал примеры из Киеви, то есть, везде это применяется, и это вы будете понимать, надо понимать, главное, не так уж много там основных понятий, в Python OOP, но если в них разбираться, то и Django код, или любой код, вам будет довольно просто понять, вот это будет ваш профессиональный уровень, действительно, школа это даст, ребят, я не вижу другого подхода, кроме комплексного, не вижу, не вижу, я точно знаю, что комплексный подход, это основа, ну, в принципе, что я хотел сказать, я, наверное, сказал, может быть, может быть, немножко, вот так, не по порядку, но я рассчитывал на то, что вы в общем поймете информацию, потому что по порядку разложено в школе, все по шагам, а просто хотел показать этапы становления, этапы развития, и почему важно понимать ООП, как идет, что новичок думает, чтобы вы, прослушивая это, принимали решение, я вам рекомендую систематизировать мой рассказ, то есть возьмите просто, когда будете следующий раз, еще раз прослушайте, и выпишите себе тезис, да, а потом вот сядьте и подумайте, и вы увидите, что я прав, а если сейчас даже не увидите, то на этапе становления вы столкнетесь, и все равно увидите, что я прав, только то, что я вам рассказываю, если начать сейчас, ваш уровень будет через полтора-два года высокий, если кому это видео не попалось, это не учтет, то придется идти моим путем, сначала три года ковыряться, потом понять, а потом пойти быстрее, понимаете, поэтому я думаю, что кто посмотрел это видео, для того оно своевременно, и удачи вам, мне бы хотелось, чтобы вы использовали мой опыт, ну и последнее, для того, чтобы поступить в школу, в школе все-таки, во-первых, группа, люди общаются, оно постоянно подталкивает, вы получили пожизненный доступ, спокойно занимаетесь, то есть вы постоянно находитесь в процессе, поэтому придя в школу, где действительно это правда, моя цель донести и разложить все по косточкам, и эту цель я и соблюдаю, они в общем, и по порядку, комплексно, целостно, вот, тогда вы будете программировать, вы и сам будете программировать, просто в школе, в команде, в коллективе, это все быстрее, быстрее и интереснее, спасибо вам, просто вот вы видите, вам надо нажать, получить логин и пароль, и присоединяться, не стесняйтесь задавать, в группе Google, сообщения, вопросы, отвечать, в общем, участвовать, уроков очень много, уже больше восьми суток, поэтому, ребят, не торопитесь, ваша, ваша, Python вас прорастет, просто учтите вот эти советы, спасибо. Спасибо.